Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Летопись железных дорог». Сегодняшний выпуск посвящен одной из геройских операций железнодорожников и партизан в годы Великой Отечественной войны – операции «Рельсовая война». Железные дороги в годы войны – это все для воюющей стороны. От того, как будет работать железнодорожный транспорт, полностью зависит, кто победит. Это прекрасно осознавала ставка верховного главнокомандования и понимала, что для того, чтобы обеспечить успешное наступление на Курской дуге и других важнейших направлениях войны, нужно было настолько, насколько возможно, парализовать действия противника в оккупированной зоне. Для этого была разработана уникальная операция по своим масштабам и по уровню организации – партизанская операция «Рельсовая война». Ее особенность в том, что она проходила не хаотично, а как раз совершенно точно организованно. На западных границах России, на территории Украины, Белоруссии была проведена специальная большая подготовительная работа со штабами партизанских объединений и соединений. Рельсовая война должна была происходить абсолютно синхронно, координированно. Была назначена дата, когда эта операция начнется – 3 августа 1943 года. По единой команде сотни партизанских отрядов выдвинулись на ранее оговоренные участки пути к железнодорожным мостам станций и началось массовое уничтожение, разрушение путей, станционных путей, перегонных путей. Подкладывались специальные угольные мины на паровозы мужественными подпольщиками, которые смертельно рисковали жизнью, потому что гестапо работало очень хорошо и выявляло это очень часто. И началось массовое ослабление возможностей противника по транспортным перевозкам, что практически означало его небоеспособность. Размер территории, который охватывал операции «Рельсовая война», составлял тысячи километров в длину и 750 километров в глубину. Вся эта территория на протяжении целого месяца с лишним была охвачена непрерывными взрывами мостов, взрывами и разрушениями путей, взрывами паровозов. Действовали партизаны гуманно, научились это делать. При взрыве моста, например, вперед пропускали паровоз и после этого происходил подрыв самого эшелона. Немцам было практически невозможно обеспечить полную охрану железнодорожной линии, потому что у них не было никаких ресурсов. И кроме того, партизаны отлично знали местность, в которой они действовали. Это позволяло проводить операции не только связанные со взрывными, допустим, процедурами, скажем, моста или пути, Но это позволяло осуществлять операции и на станции, где, например, среди белого дня в абсолютно спокойной обстановке на станции вдруг, скажем, раздавался взрыв, колоссальный взрыв, скажем, эшелонов с бензином или с нефтью, который приводил к огромному пожарищу, полной парализации станции на несколько дней, лишению противника возможности заправки танков, самолетов и так далее. Некоторые случаи взрывов поездов, они просто совершенно уникальны по своей сникалке, по тому, как это было изобретено. Как можно было порой буквально за считанные секунды подбежать к пути, закопать мощное взрывное устройство, взрывную мину, успеть отбежать от пути и взорвать эшелон. Как ни старались немцы прикрывать свои эшелоны, пускать вперед поезда прикрытия, вперед секретных и особо важных литерных эшелонов при проезде командующих фронтами, армиями, частями, тем не менее им это не удалось. И во многом столь масштабная операция предопределила победу в Курской битве, а впоследствии и в операции по освобождению Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова